Американская разведка предупредила своих союзников по НАТО о скором вторжении России в Украину. Об этом пишет издание New York Times со ссылкой на свои источники. Утверждается, что спецслужбы предупредили партнеров, что осталось мало времени для того, чтобы помешать России. По данным источников издания, в этот раз США серьезно относятся к наращиванию войск у российско-украинской границы и не считают это блефом со стороны российского руководства. Напомню, о наращивании российских войск у границы с Украиной в конце октября сообщило еще и издание Washington Post. Аналитики из Conflict Intelligence Team рассказали о передвижении войск в граничных с Украиной регионах. В частности, скопление российской техники заметили в Брянской, Воронежской и Ростовской областях, а также в Курске. Издание «Политика» очень важное опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы были видны российские войска, сосредоточенные в Ельне, Смоленской области. Тут, правда, стоит заметить, что Ельня находится примерно в 300 километрах от российско-украинской границы. Кстати, сегодня министр обороны Украины Алексей Резников, беседуя с той же Washington Post, заявил, что решение о вторжении в Украину принимается российским руководством прямо сейчас. Путин сейчас решает, пересекать ли украинскую границу и сжечь мосты, или продолжить переговоры и пытаться найти что-то интересное для себя. — заявил он вот в этом интервью. Давайте обсудим эту тему. Владимир Фисенко, политолог с нами на связи. Владимир, здравствуйте. — Да, добрый вечер. — Добрый вечер. Как вы относитесь к этим заявлениям, в том числе к заявлению, которое я сейчас озвучил только что, я имею в виду господина Резникова, министра обороны? Действительно ли всерьез обсуждается вторжение России в Украину сейчас в вашей стране? — Для меня важно и серьезно то, что оно обсуждается с западными лидерами. Я больше ориентируюсь не на публикации в разных изданиях, потому что в той же политике публикуются разные люди и разные публикации там появляются иногда и в российских интересах, и с такими-то пророссийскими нарративами. А вот когда есть заявление министра обороны США, премьер-министра Великобритании, главы НАТО, Генсиака НАТО, о возможности российского военного вторжения, причем называется даже примерный период, январь-месяц, я это воспринимаю всерьез. Судя по всему, есть разведывательные данные о возможности. Пока речь идет о возможности. — Есть ли данные о том, какое именно это вторжение на территорию Украины или это, извините, танки в Киев? Что это? — Если бы были такие данные, что это, я думаю, что, возможно, такая информация появилась бы, хотя бы как утечка. — Я думаю, что, скорее всего, речь идет о возможных намерениях, об одном из возможных сценариев. Вот вы вспоминали про Резникова. Резников, вот как раз находясь в США, он, отвечая на вопросы журналистов, он сказал, что он сомневается в большой войне. Я тоже сомневаюсь в большой войне. — Вот я об этом вас и спрашиваю, да. — Для большой войны необходима концентрация как минимум в два-три раза больше российских войск на наших границах. Но что возможно? — Восток Украины, да, правильно я понимаю? То есть это восток Украины, возможно, да, с точки зрения... — Ну, где, я бы, знаете, я бы сейчас вот не говорил, где, потому что, возможно, различные варианты. Военная операция, возможно, на востоке Украины, возможно, на юге Украины, возле административной границы Крыма, либо в направлении Одессы и Приднестровья. Варианты могут быть разные. — Но я обращу внимание на то, что даже в некоторых российских СМИ и телеграм-каналах появляются публикации о том, что в случае обострения энергетического кризиса в Украине пока его нет. Но риски, конечно, есть такого кризиса, в том числе из-за действия России. Может возникнуть и политический кризис. И тогда, вот если вдруг возникнет ситуация политического кризиса в Украине, что-то похожее на 2014 год, может быть, в других формах, вот тогда Россия должна выступить на защиту русскоязычных жителей. — Ну да, вот я как раз хотел, Владимир, спросить про повод. Ведь всегда у России, у российского руководства Путина есть какой-то аргумент. Крым, мы помним, какие аргументы были. Смена власти, революция, пришли какие-то фашистующие элементы, по их словам. И вот мы спасаем русское население. Здесь вы тоже подозреваете такой сценарий? — Я не исключаю такой ситуации. Российское руководство говорит, например, о том, что красной линией является тема НАТО, вступление Украины в НАТО. — Но это пока не факт. — Хочу всем напомнить, что на данный момент ни о каком вступлении в НАТО речь не идет. Ни Украины, ни Грузии. Даже речь не идет о предоставлении Украине ПДЧ, плана действий по членству в НАТО. Поэтому формальных оснований с этой точки зрения нет. А если вдруг в силу тех или иных политических обстоятельств, например, будут спровоцированы какие-то сепаратистские мятежи в ряде русскоязычных регионов, то тогда Россия может сказать, что мы должны защитить русскоязычных и выступить в их поддержку. — Что вы скажете по поводу готовности и мер, которые потенциально готовы предпринять Украина? Учитывая, что министр обороны делал это заявление в Соединенных Штатах, я думаю, это тоже не случайно. Получается, Украина сейчас пытается найти поддержку и у США, и у Европы в данном вопросе. Потенциальные угрозы. — Резников полетел в США по другой причине. Не из-за ситуации на границе с Россией. Хотя эта тема, естественно, там обсуждалась, поскольку она обсуждается в США активно. Естественно, ее обсуждали и на встречах министра обороны Украины. Просто у нас новый министр обороны. Раньше он занимал другую должность в правительстве. И поскольку недавно у нас побывал министр обороны США, но тогда был другой министр, подписано во время визита Зеленского в США в начале сентября рамочное соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. Подписано обновленные карты стратегического партнерства. Естественно, сейчас на уровне Министерства обороны надо обсудить дальнейшие планы сотрудничества. Вот это главная цель визита. Но, конечно, напряженная ситуация на украно-российской границе тоже обсуждается. Я думаю, что у военных есть планы, оборонительные планы. Для примера, сейчас, например, даже есть мобилизационные планы и планы действий для национальной гвардии, для правоохранительных органов на украино-белорусской границе. Но это связано с мигрантским кризом. Но, естественно, на Донбассе. На Донбассе сосредоточена военная группировка. Но я думаю, что нужно сделать необходимые подготовительные меры, может быть, и на других участках украно-российской границы, для того, чтобы избежать каких-то провокаций или неожиданностей. Скажите, пожалуйста, а что вот по поводу в Украине сейчас говорят тех самых, если уж вернуться к вопросам мирных переговоров, о которых тоже пишет издание «Нью-Йорк Таймс» и «Вошингтон-Пост». То есть я про те самые минские соглашения, опять же. Что в Украине сейчас про них говорят? Ну, у нас понятно, что Киев не выполняет минские соглашения, а Лавров и Путин настаивают на безальтернативности этих минских соглашений. Что сейчас в Киеве по этому поводу? Я напомню, что Украина не отказывалась и не отказывается от минских соглашений. Но мы говорим, я имею в виду президента Зеленского, украинское руководство, украинских переговорщиков, и в нормандском формате, и в трехсторонней контактной группе. Украина говорит о том, что для выполнения минских соглашений необходима их определенная модернизация. В том виде, как они были подписаны, к сожалению, выполнить их невозможно. Как минимум, несколько пунктов политической части минских соглашений. Во-вторых, для того, чтобы выполнять ту же политическую часть, необходимо длительное и устойчивое перемирие. Не будет при перемирии, не будет прекращения военных действий, ни о каком выполнении минских соглашений, к сожалению, не может быть и речи. Это первый пункт минских соглашений. Поэтому в Украине не отказываются от минских соглашений, но считают, что необходим реальный рациональный компромисс, а не выполнение российских ультиматумов. Второе важное обстоятельство. Вы знаете, вот совсем недавно российское руководство, точнее МИД России огласил, придал гласности конфиденциальную переписку. Переписку, да, Лаврова. Да, да. И, конечно, это дипломатический скандал, это вызвало негативную реакцию в Германии и Франции. Ну а в Украине министр странных дел Украины заявил, что фактически таким образом Россия хочет торпедировать нормандский формат. Кстати, такие подозрения были и раньше, что в силу разных обстоятельств, уход Меркель, президентские выборы во Франции, что Россия сейчас хочет практически заблокировать, а то и полностью прекратить переговоры в нормандском формате, сосредоточить все переговоры в трехсторонней контактной группе и принудить Украину к переговорам с сепаратистами. Вот такой сценарий есть. А Украина не готова к этому? Не то, что не готова. Украина категорически против. Против. Мы считаем, что сторона конфликта – это Россия. Но Россия это отрицает, как мы знаем. А руководители сепаратистских республик – это люди с российскими паспортами. Но Россия, к сожалению, или, к сожалению, имеют для урегулирования конфликтов, в первую очередь, отрицает свое участие. Поэтому тут тупик. Пока непонятно, что будет. Будем, конечно, следить. Но вот у меня, Владимир, последний к вам вопрос. В обществе, которое уже устало, наверное, от военной темы, на протяжении уже шести лет продолжается этот конфликт. Сейчас снова говорят о войне. Как это вообще воспринимается в украинском обществе? Вы знаете, вот как и весной, так и сейчас я наблюдаю парадоксальную ситуацию. О возможности войны, о рисках войны больше говорят в западных СМИ. Иногда в России больше говорят. Украинцы, может быть, это парадоксально воспринимается. Мы привыкли к войне. Это, может быть, звучит несколько цинично, но война уже идет семь лет. Вот уже фактически будет скоро, через некоторое время будет почти восемь лет. Поэтому мы привыкли к тому, что военные действия идут. Пусть в режиме малой интенсивности, но каждую неделю гибнут украинские военнослужащие. Каждую неделю. Вот с января месяца фактически уже не действует перемирие, которое было заключено в прошлом году. И постоянно есть жертвы. И мы не забываем о войне. Мы помним об этой войне. Конечно, есть риски большой войны, но большинство украинцев надеются, что сейчас, и у нас для этого есть основания, украинские вооруженные силы в гораздо более лучшем состоянии, чем были в 2014 году. И готовы дать отпор возможной агрессии каким-то вооруженным атакам. Но, естественно, нас это смущает. Да, у вас там какой-то звонок. Да, Владимир. Это не у меня. Да, говорите, пожалуйста, если вы сможете. То есть у нас нет каких-то панических настроений, каких-то апокалиптических ожиданий. У нас сейчас обсуждают несколько другие темы. Знаете, там скандал с операциями по поводу вагнеровцев. Есть целая ряд других тем политических. Конечно же, тема концентрации российских войск тоже обсуждается, но, скорее так, потенциальный риск. Ну, дай бог, да, чтобы это было не в реальности. И вот, кстати, вы сказали про будничность войны. Я вспомнил документальный фильм «Траншеи», показанный в Медицинском кинофестивале в этом году, где это как раз-таки очень хорошо французский режиссер передал, насколько уже для людей и фронт, и будни, тыл слились уже как бы. К сожалению, это так. Будем надеяться, что большой войны не случится. Да, спасибо, Владимир. Владимир Фисенко, политолог из Киева, был с нами на связи. Всем привет, это Тихон Зитко, главный редактор «Дождя». Спасибо, что смотрите нас на Ютьюбе. Но дождь — это намного больше, чем наш Ютьюб-канал. У нас есть огромное количество контента. Под подпиской на нашем сайте открывайте для всех новости. Мы можем благодаря тому, что вы, наши зрители, оформляете подписку. Это дает нам возможность в прямом эфире, абсолютно бесплатно и для всех, транслировать новости и рассказывать о главных событиях в России и за ее пределами. Так дайте нам эту возможность. Подпишитесь на «Дождь»! tvrain.ru И мы в таком случае сможем и дальше рассказывать о происходящем во всем мире.